Привет! Вы на канале Лид Клуб. С вами Алена. Читаем учебник пятого класса «Литература». Авторы. Коровина, Журавлёв, Коровин. Часть первая. Лермонтов. Бородино. Страница 151. Ответы на вопросы в конце видео. Подписывайтесь и ставьте лайки. Новые слова, встречающиеся в произведении. Редут. Полевое укрепление. Картеч. Артиллерийский снаряд, предназначенный для поражения противника на близком расстоянии. Сеча. Сражение. Битва. Лафет. Станок, на котором укрепляется ствол артиллерийского орудия. Бивак. Стоянка войска под открытым небом. Кивер. Высокий, круглый, военный головной убор из твёрдой кожи. Хват. Удалой, смелый человек. Улан. Драгун. Так называли солдат кавалерийских частей в дореволюционной армии. Басурманы. Враги. Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, ещё какие. Не даром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Богатыри не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали. Досадно было. Боя ждали. Ворчали старики. Что ж мы? На зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры? Чужие изорвать мундиры? А русские штыки? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться, где на воле. Построили редут. У наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки, И леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго, И думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусью, Что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною. Уж постоим мы головою За родину свою. Два дня мы были в перестрелке. Что толку в эдакой безделке? Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи. Пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень. Прилег с древнуть я у лафета, И слышно было до рассвета, Как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый, Кто кивер чистил весь избитый, Кто штык точил ворча сердито, Кусая длинный ус. И только небо засветилось, Все шумно вдруг зашевелилось, Сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, Слуга царю, отец солдатом, Да жаль его, сражен булатом, Он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами, Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, Как наши братья умирали. И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали Мы в Бородинский бой. Ну уж был денек, Сквозь дым летучий Французы двинулись, как тучи, И все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнули перед нами, Все побывали тут. Вам не видать таких сражений, Носились знамена, как тени, В дыму огонь блестел. Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядром пролетать мешала Гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой. Земля тряслась, Как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И из залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой. Вот смерклась. Были все готовы за утро Бой затеять новый И до конца стоять. Вот затрещали барабаны И отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать. Да, были люди в наше время, Могучие, лихое племя, Богатыри не вы. Плохая им досталась доля, Немногие вернулись с поля, Когда б на то не божья воля Не отдали б Москвы. Ответы на вопросы Вопрос Какому событию посвящено Стихотворение Лермонтова Бородино? Ответ Стихотворение Лермонтова Посвящено Бородинскому сражению 7 сентября 1812 года, В котором русская армия Сражалась против наполеоновского войска. Вопрос От чьего лица ведется рассказ? Что этим достигается? Ответ Стихотворение Бородино Начинается с обращения к дяде, Некоего молодого человека, Может быть солдата, Может быть простого обычного ребенка. Далее речь идет уже от лица Старого солдата, Который был артиллеристом. Он рассказывал про редут, Который он ставил на поле, А также про заряд, Которым он думал угостить друга француза. Этот старый солдат Вспоминает те времена, Участником которых он был. Солдат оказался в числе тех, Кто выжил, Но многие его товарищи Пали в битве. Рассказ в стихотворении Бородино Ведется от первого лица. Это можно увидеть По использованию местоимений, Которые солдат употребляет в своей речи. Он говорит «Я», «Мы», «Наш». Рассказ от первого лица Позволяет поэту Лучше передать атмосферу того сражения. Вопрос. О чем сожалеет поэт И что его радует? Ответ. Поэт передает нам свое сожаление о том, Что в схватках погибло много людей, Храбрых, русских воинов. О том, что во время схватки Умер полковник, Которого обожали бойцы. Старый боец радуется тому, Что российское войско Одолело французов, И они смогли показать противникам, Что значит русский бой удалый. Поэт начинает со слов Молодого человека к старому бойцу. Лермонтова радует то, Что молодые люди Интересуются у стариков Про их подвиги. 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 Продолжение следует...